У православных заканчивается первая неделя Великого Поста. Он длится 7 недель, во время которых верующие не едят мясо, яйца и молочные продукты, а также воздерживаются от вредных привычек и вместе с тем пребывают в непрестанной молитве. Григорий Ворванин продолжит. Вот мамочка у нас на завтрак. Овсяная каша. Пожалуйста, с сухофруктами и кабачки емся. На обед овощной салат и слегка обжаренный хлеб. Можно добавить и кабачковую икру. На ужин – лёгкий суп. Как разнообразить меню на время Великого Поста Марина Кузьмина знает наперёд. Соблюдать его жительница Люберец начала, когда была ещё школьницей. Для родителей это стало полной неожиданностью. Мама моя, она с таким волнением всегда. Вот ты пойдёшь в школу, ты у меня голодный. Как так? Ребёнок ходит в школу голодный. Но на самом деле те же самые овощи, те же самые фрукты, те же самые крупы, которые мама готовила, они очень питательные. И заменили мне подобного робота мясные какие-то блюда и всё остальное. Из-за гастрономических ограничений многие считают постную кухню однообразной и невкусной. Ведь во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с добавлением сливочного масла и молока. Прихожанка Преображенского храма Наталья Шелкова регулярно соблюдает Великий пост и уже знает, как приготовить вкусное постное блюдо. Рассказывает, на первое можно сварить гороховый суп с гренками или борщ, на второе – тушёную капусту, пюре или рис. Самые строгие в гастрономическом смысле и духовном настрое – первая и последняя недели поста. Два крыла – пост и молитва. То есть не получается пост и одно крыло, если не будет второго крыла – молитвы. Вот, если это всё вместе, то будет легко. Несмотря на всю строгость, Великий пост считается светлым периодом в году. Это время молитвы и размышлений о Боге. Пост – это как раз возможность нас освободить себя от того, что нас привязало, с чем мы связались. В том числе это касается, конечно, и нашей пищи, поэтому гастрономический пост очень важен. Но он очень важен как некая составляющая, подготовительная часть, конечно, к духовному посту. Пост – это подготовка к самому радостному празднику православных – Пасхи. В этом году она отмечается 2 мая. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.